Какой-нибудь такой линии. Вот смотрите, вот я пошел, пошел сюда, пошел сюда, 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 сюда и сюда. Скажите, пожалуйста, на картинке я пересел все отрезки? Нет, нет. Нет? Я даже могу показать, как он. Я не пересел. Согласна? Да. Согласна. Замечательно. Что? Вы еще... Вот и этот отрезок не пересел. Так? Да. Вот и этот отрезок. Да. Да. Понимаете? Реально. Задача. А можно ли было так провести такую линию, чтобы все-таки пересечь все отрезки по одному разу? Читаю условие. Линия, проведенная на рисунке, пересекает 13 из 16 отрезков данной фигуры. Можно ли провести линию, которая по одному разу пересекает все отрезки этой фигуры? Повторяю. Повторяю. Можно ли провести не так, как я, а линию, которая по одному разу пересекает все отрезки? Понятна задача? Угу. А линия может пересекаться? Сама себя? Да. Пожалуйста. Вернуться в ту точку, как ты начинал. Нет, почему? 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 Не надо фантазировать. В правильно поставленной математической задаче всегда сказано все. Вообще бывают ситуации, когда авторы задач ленятся. Ну, а типичные ситуации просто ошиблись. Такое бывает, к сожалению, даже у меня. Как я не стараюсь, все-все, но бывают ошибки. Так вот, но если человек, что-нибудь, не ошибся, то вообще-то у задачи должно быть все сказано. Я по поводу умного предисловия к одному учебнику по стереометрии для 10-11 класса. Предисловие мне запомнилось, там много всего другого написано, но один абзац из него мне запомнился на всю жизнь. Школьник должен понимать, что в некоторых задачах в этом учебнике не хватает данных, чтобы ее решить. Тогда нужно добавить самостоятельно эти данные. И школьник должен понимать, что в некоторых задачах данные избыточные. Тогда эти данные нужно просто не учитывать. Понимаете, ради чего авторы это написали? Они быстро-быстро писали учебник и понимали, что в части задачи они там что-то забыли, где-то описались и так далее. И надеются на то, что школьник просто сам, что называется, доведет до ума. Вот, я подумал тогда, что лучше бы этот абзац сформулировать так. В некоторых задачах часть условия надо вычеркнуть, а часть вписать. И после этого задачу решать. А теперь подумайте, что это реально означает. Что вы можете вместо этой книжки фактически решать любую другую. вычеркивая условия целиком из задачи и вписывая на это место условия другой задачи. Понимаете? Нет, все-таки в норме люди так делать не должны. Честно говоря. Да, получилось. Получилось? Да. Получилось. Вообще-то это в принципе невозможно. Но, если вы говорите, что получилось, спокойно, выходите, рисуйте. Мы вас выведем на чистую воду. Я обошел все, кроме одного. Все, кроме одного, неинтересно. Хорошо. Вот. Даня, скажите. Не хранила. Конечно. Он один отрезок не прошел. А все остальные прошли. По одному на другую. Спасибо, Даня. Забыли все лучше один? Вопрос. А мог он ни один из отрезков не забыть? Нет. Почему? Их здесь довольно много. Их здесь... Ну, понимаешь, если бы эти отрезки, например, стояли просто один за другим, просто лук. Ну, если посмотреть, это... Вот эти белые отрезки располагали бы не так хитро, а просто стояли бы сюда. Не важно брать. Можно брать. Можно брать, чтобы ты это перечеркнули бы, и все. Не проблема. Поэтому количество не самое важное. Здесь есть какая-то интересная причина, почему нельзя перечеркнуть их по одному радусу. Ну, это, можно считать, один и тот же граф. Ну, не один и тот же, как бы граф, который невозможно обойти. Еще раз, видите, я вам доказал довольно трудную теорему. Теорему Гейнера. Ну, как выясняется, гораздо более простую задачу вы решать не можете. А, кстати, скажите, пожалуйста, а вот это нормально, что вы прослушать тяжелую лекцию и после этого решаете легкие задачи, и их решить не можете? Нет. Это абсолютно нормально, ребята. Вообще-то в норме так должно быть всегда. В норме преподаватель старше вас и, ну, занимается этим, желается всю жизнь, да? Вот я всю жизнь занимаюсь математикой. В норме преподаватель знает науку, которую он преподает лучше, чем ученики. Ситуация, когда преподаватель знает хуже, это странно, правда? Это очень странно. И поэтому в норме, конечно, рассказ преподавателя должен быть гораздо тяжелее того, что делают ученики. И на это не надо обижаться. Нормально. Вот когда-нибудь вы тоже постареете, выучитесь и так далее, и так далее. И будут, наоборот, молодые, которых вы будете учить. Собственно, так в жизни и происходит. Так что в этом нет ничего странного. Но, с другой стороны, это вы все-таки решите. Это вообще возможно. Вот, молодец. Возникла гипотеза, что, а может быть, это вообще нельзя, да? Это невозможно. Да, почему? Потому что количество отрезков... Десять, я спешил. Нет, не знаю. Ну, десять ребер. Да. Давайте, давайте. Давайте контроль. Ребят, я серьезно, просто сейчас такое количество нашлось ревнителей нравственности. Что у вас там написано? На майке. Да. Я не знаю. Я что с ней не знаю? Мне это было неинтересно. Может, вам это было неинтересно. Так, там написано сейчас департмент. Слушайте, по-моему, это явно не про Россию. Будем считать, что никого ни к чему не призываете. По-моему, с графа. Каждая из, кстати, областей, это у графа вершин. И с каждой области мы можем попасть или наружу, или в соседнюю вершину. И если мы назначем прожил область точкой, и проведем отрезки, то получим графа, у которого Т3 совершенно нечеркнет. Он догадался, что эта задача на самом деле, смотрите о чем, о графе, в котором следующее решение. Смотрите, вот эту область, вот этот прямоугольник, назовем одной вершиной. Это будет вершина А. Вот эта область, это вершины В. Это С, это Д, это Е, а внешняя область Ф. Господа, это довольно часто приходится делать при изучении графов. Вот граф, который нарисован на плоскости, называется планарный. Может быть, вы знаете английское слово play? Да, play. Что это такое? Play. Самолет. Да. Плоскость. Соответственно, граф, который можно нарисовать на плоскости, называется планарный граф. Так вот, смотрите, в чем идей. Иногда это так рассказывают. Представьте себе, что это страна, это другая страна. Это третья, четвертая, пятая и вот эта внешняя, какая-то еще шестая. Так? А? Так. Вот, молодец. А давайте в каждой стране поставим, неважно где, столицу. Да, столицу. А теперь в норме у каждой страны одна столица. А у нас получается, что она будет про... Кстати, вы знаете, что бывают страны, в которых не одна столица? Нет. А? Я нет. Каким образом это получается? Это получается, если часть функций столицы в одном месте, а часть в другом. Например, в нашей стране была такая идея. А давайте мы сделаем, что в Петербурге будет Конституционный суд. Понятно, да? А в Москве будет другое. Конституционный суд по закону это один из важных государственных органов. И тогда получилось бы, что вот, да, еще лучше было бы, если бы там часть министерств перевезли в Петербург. Ну, реально понятно, что в наших условиях это ни во что не вылилось по-настоящему. Потому что в нашей стране суды не так уж и важны. Так получилось при истории. Вот. Но, к сожалению. Но идея такая была. Так, господа, так вот давайте нарисуем то, что называется двойственный граф. Идея вообще простая. Давайте от каждой столицы проложим дорогу к середине ребра. Понятная идея? Да. Да. Слушайте, у меня вот эта штука есть. Может, я ее сотру? Там, иначе она мешает. Нарисую. Очень понятно, что соединяем. Понимаете, да? Вот туда соединяется. Понятно? Да. Второй раз соединяется, потому что это два адреса. Да? Здесь тоже второй раз соединяем. Здесь соединяем. И здесь соединяем. Идею поняли? Да. Вернее, я нарисовал, но плохо нарисовал. Так, теперь я все ответственно нарисовал? Вроде бы да. Вроде бы да. А, нет. А, С, проведите, пожалуйста. Да, 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 не так забываю. Спасибо. Спасибо. Я забыл отрезать А, С. Так, теперь? А, походу, все. Похоже, все. А, нет, подождите, подождите. Что? ФЕ. ФЕ, да. ФЕ? Да. Как ФЕ? Вот оно. Можно показать? Да, пожалуйста. Что это? Вот здесь. Спасибо. Это я, правда, зависим. Вот этот отрезок. Такой отрезок я и провел. А вот такой я... Ну, граф должен быть симметричный. Ну, это, да, картинка симметричная, поэтому граф симметричный. Да. Отлично. Теперь быстренько пишем, какие здесь степени. Здесь 4. Здесь сколько? 4. Здесь. 5. Я прав? О, сомненько пишите, здесь тоже 5. Так, 5, 5, 4. Здесь 4. Ребята, можете меня проверять. Здесь сколько? Тут... 5. Все, у нас мы будем не можем. И здесь сколько? 7. И здесь очень-очень 8. 8. Нет, 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 стоп. 9. 9. 9. Вот они, числа. 5, 5, 4, 5, 4, 9. Господа, такой граф можно нарисовать? Нет, нельзя, потому что количество нечетных степеней вершин больше было. Я пока тут разве ждал. Конечно, можно было рассказать, не рисуя эту картинку. Давайте пойдем к этому чертежу. Можно было не говорить, какой двойственный граф, а сказать, что вот у нас есть вот эта область. У нее 5 отрезков. Правильно? Правильно? Но если 5, значит, мы не можем пройти через эту область 3 раза. Потому что каждый раз мы входим через отрезки и выходим. Потом входим и выходим. Значит, эта область, это начало или конец маршрута. Согласны? Точно так же. Здесь 5. Значит, наш маршрут должен начаться или закончиться здесь. И здесь тоже 5. Поняли, да? Да. Все, уже противоречие. Но на самом деле здесь их 9. Слишком много начал и концов. Так. Победа? Да. Победа. Отлично. В этой задаче есть еще один. Следующая картина. Как я вам не киплю, так у меня... Вот, сейчас он просил, получается. А, ну это типа реберной модели кубика, только с определенного ракурса. Ну, то есть, давайте, картинка. Такая задача. Можно ли сделать то же самое, что вы пытались сделать в предыдущем пункте? Сечь все отрезки по одному разу. Наверное, вы сейчас уже быстро это сделаете. Что вы сделаете, да? Давай, 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 давай. Сейчас. Я просто для себя сравню. Нет, ну не такой. Нет, не важно, такой у вас или нет. Важную решить задачу. Да. Так, это пройдено, это пройдено, это... Да, решили. А где? Вот, видите, заканчивается. Выйдите, покажите. Если у вас есть какие-то... Покажу. Не, смотри. Смотри. Можно? Конечно. Можно, не могу еще. Не нужно, но мне пальцы покажите. У тебя получается, когда-то раз срезать, это уже другое ремно. Это ремно, это не одно большое ремно, это два, а одно получается. От пересечения до пересечения. Это ремно. Так. Ну что, решил? Решил. Решил, отлично. Теперь вопрос, а как можно было узнать, можно или нельзя? По количеству чего-то есть. По количеству чего? Да, пожалуйста. Можно было узнать, что количество ремен в каждой области. Не в области, а на границе. Просто возьмите мел и напишите, сколько, где граничных ответств. Раз, три, три, четыре, 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 четыре. Внешняя область, это тоже область. Шесть. Ребята, а вы теперь смотрите. Предыдущие задачи были, помните, числа пять, 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 девять. Там было четыре нечетных числа. А здесь сколько нечетных чисел? Два. И теперь обратите, пожалуйста, внимание. Он совершенно не случайно начал маршрут в одном треугольнике и закончил в другом. Вот если бы он попытался начать в любом другом месте, у него бы ничего не получилось. Маршрут начинается в вершине ничемной степени и заканчивается в вершине ничемной степени. Поняли? Да. Продолжение следует...